Жизнь я вообще снов не видел никогда. В последнее время стали появляться какие-то сны. Они невнятные, эмоциональные какие-то. Куски из каких-то фильмов будущих, бывших. Не знаю вообще. Но когда-то, достаточно молодым, я вдруг увидел такой сон. В преддверии этого первый секретарь Ленинградского обкома партии по фамилии... Господи, забыл его фамилию. Был жутко противный дядька. Сейчас я забыл его фамилию. И он мне рассказал пару историй, которые он безобразно себя вел. То он какой-то знаменитый сервиз взял на свадьбу своей дочке. То, значит, он там, говорят, что на спектакле по дневникам Толстого, где-то, говорит, русский мужик трусоват, ленив, он разорался, что прямо в зале сидя сказал, что русский мужик никогда не был трусом. Ну, в зале, в театре у себя там, в Питере. И что-то эти две истории, видимо, они у меня произвели такой снится мне сон. Он вдруг вот был кинематографический сто процентов. Значит, в центре Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда, на Дворцовой площади, под этим столбом, красный длинный, значит, стол, посередине сидит вот этот первый секретарь, который я в лицо даже не знаю. Романов, вот же, ну как, Романов, Романов. Посередине сидит Романов, я его в лицо не знаю. Вокруг сядут его, значит, какие-то эти помощнички. И меня вешают, как диссидент. Вешают именно. Выглядит это такой цитата из фильма «Звезда планетного счастья». По три человека, такой буквой П, три. Трех повесили тройку, вторую тройку повесили. Я стою расстроен и жутко. Я, значит, стою вторым в тройке, в серединке. Вдруг что-то начали бегать, 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 бегать. Потом какой-то подошел, несколько человек, оживление какое-то. Подошли что-то к этому Романову, тот, кем. Ну, они подходят к нам и говорят. Поздно уже, не успели мы. Приходите завтра, мы вас повесим. Вот такая вот странная история. И я, значит, иду и начинаю бродить по Санкт-Петербурге. Ну, по Ленинграду тогда, я все называю. Которую я очень хорошо тогда знал, потому что мы много времени проводили киношники там, работали и так далее. По улочкам хожу, думаю, что я хожу? Надо быстрее уходить на московский вокзал и отваливать. Паспорт не спрашивали, фамилию не знает. Ну, не повесят же, я же их не хочу. Я вот бегал, бродил, бродил. И утром оказывают в толпе перед этими виселицами. Я думаю, ой, сейчас меня узнают и повесят. Ой, сейчас меня узнают и повесят. И проснулся. Вот такая была странная история. Ну, она прям драматургическая такая. Фраза такая, не успели. Смеркается уже, стемнело. Завтра повесим, приходите. Вот это, так сказать, для меня такое было. За всю жизнь такой вот был. Странный, странный сон. Я был диссидентом во сне. Так я диссидент обычно на кухне. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.